Сегодня в Доме правительства подвели итоги исполнения бюджета и социально-экономического развития республики. Оправдались многие прогнозы. В целом показатели улучшаются. Подробности у Дмитрия Ковалева. Республиканский бюджет исполнен полностью. Главный итог – рост доходов в казне. Безвозмездные поступления у нас выросли на 22 декабря из федерального бюджета более чем 114%. Собственные доходы выросли на 4,6%. Продолжает наращивать объемы и производственный сектор. Неплохие показатели демонстрируют и промышленность, и сельское хозяйство. В минусе строительная сфера. Индекс промышленного производства в январе-ноябре составил 104%. Индекс производства продукции сельского хозяйства – 100,4%. Общий оборот ручной торговли – 102,7%. Касаясь доходов населения, на самом деле в этом году динамика хорошая, я скажу, в сравнении с другими регионами. Рост составляет 7% в процентном отношении. В строительной отрасли мы признавали, что есть сложности с учетом снижения спроса на приобретение жилья. Растет внешнеторговый оборот республики. Большинство предприятий заканчивают год с плюсом и формируют пакет заказов на перспективу. Один из успешных – химический комплекс. Если по итогам 11 месяцев отгружено порядка 30%, 30 миллиардов рублей, то по итогам прошлого года за аналогичный период был отгружен 25 миллиардов рублей. То есть на 5 миллиардов в текущем году больше. Это и август, и перкарбонат, и химпром, и дюпон, и химпром показывают динамику. Предприятия и республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты. На следующий год запланировано открытие завода по выпуску электрокомпонентов для метрополитена, центра плазменной резки и тепличного комплекса. Это сотни новых рабочих мест. За 11 месяцев у нас завершена уже реализация проектов. Это Хевил, Букет Чуваши, Бирс Арматура, Акон, Чуваш Турк Техника завершили реализацию проектов. Это с вводом новых рабочих мест, увеличение по объему производства, новой продукции. На 2018 год уже контрактация тоже предприятию прошла. Более 7 миллиардов рублей – это больше, чем показатели текущего года. Неплохие перспективы открываются и перед концерном тракторные заводы. Чебоксарские предприятия вошли в состав корпорации Ростех. Долги по заработной плате перед работниками полностью погашены. Сейчас ведется поиск новых заказов. Гособронзаказ, заказы там огромные, на сотни-сотни миллиардов рублей. Это все будет происходить в первом полугодии, реально, значит. Пока все те долги, которые есть по графику, будут, соответственно, оплачивать. Просроченная заложенность, она как-то или через финансовое выздоровление, один из вариантов. Управляемое, так скажем, финансовое выздоровление процедуру пойдет. Те люди, те специалисты, которые захотят по разным причинам уволиться, реально, после увольнения, когда встают на службу занятости, мы их будем переобучать, переквалифицировать. Еще одну позитивную новость озвучил председатель Кабмина. Фонд развития МОНО-городов возобновит финансирование инфраструктурных проектов Канаша. Это решение было принято на недавнем заседании наблюдательного совета, в котором принимал участие и Иван Моторин. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.